ПРОФЕССОР ПУДАНС Сегодня, как и всегда, мы расскажем вам о четырёх новых играх и ответим на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! The Mark II. Наследие ацтеков. Шаблонный и ничем не примечательный шутер, однако он содержит в себе ряд интересных фишек. Lounge of the Screaming Narwhal. Первая часть сериала Tales of Monkey Island собрала поистине звёздную команду. Результат адвенчура в лучших традициях жанра. Остынская кампания. Это морская экономическая стратегия про то, какими грязными методами Европа распространяла своё влияние в Восточной Азии. Rise of the Argonauts. Экшн-РПГ с весьма посредственными битвами. Львиную долю проведённого за игрой времени придётся выполнять не очень интересные квесты. Студия Telltale Games продолжает воскрешать героев прошлого. Вслед за Сэмом и Максом, Уоллесом и Грометом, мастера жанра адвенчур взялись за лицензию сериала Monkey Island. По всей видимости, нас ждёт очередной хит. Пока же доступна только первая часть истории под названием Lounge of the Screaming Narwhal. Tales of Monkey Island – это история из пяти частей, которые будут выходить по мере готовности примерно раз в месяц. Общий стиль адвенчуры в точности копируют игру 91-го года выпуска Monkey Island 2 – Leachax Revenge. Те, кто имел удовольствие 18 лет назад пройти её, будут приятно удивлены. Помимо того, что знакомые локации ожили и заиграли новыми красками, были в точности скопированы и главные герои – Мертвец Лечак и наш герой – Гайбаш Трибун. Рекомендованные системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, гигабайт оперативной памяти и 128 МБ видеопамяти. На жёстком диске первая часть сериала Tales of Monkey Island займёт 250 МБ. Прохождение первой части займёт у вас от 4 до 5 часов. Гайбаш попадает на остров Флот-Сэм, с которого ему предстоит выбраться. Проблема состоит в том, что вокруг дуют колдовские ветры, не позволяющие пристать к берегу ни единому кораблю. Плюс ко всему левая рука Гайбаша не хочет его слушаться и постоянно дубасит хозяина. Не сложно догадаться, что в такой ситуации наш герой оказался благодаря стараниям своего заклятого врага и соперника Лечака. Задачки предстоит решать в исключительно при поднятом настроении. Благо сценаристы и разработчики игры приложили к этому все свои силы. Пятёрка за геймплей! Не меньшую роль в поднятии настроений играет и внешний вид игры. Каждый персонаж здесь – настоящая пародия на самого себя. От одного вида героев игры ваше лицо невольно расплывается в улыбке. Пятёрка за внешний вид! Музыкальному оформлению игры приложил руку заслуженный композитор Майкл Лэнд. Заслуженный, потому что именно его треки сопровождали безумные приключения Сэма и Макса. Путешествие на тот свет из грим-фанданга и даже легендарный саундтрек из «Фулл Троттл» – его рук дело. Говоря о звуке, нельзя не отметить и тот факт, что главного героя по-прежнему озвучивает Доминик Армато. Пятёрка за звук! Лаунж оф the Screaming Narwhal – первая часть сериала Tales of Monkey Island – собрала поистине звёздную команду. Результат адвенчура в лучших традициях жанра, пройдя которую вы получите массу удовольствия и от души посмеётесь. Игра удалась на славу. Тем, кто знаком с сериалом, будет очень интересно увидеть знакомых персонажей в новой интерпретации. Для всех остальных Tales of Monkey Island станет просто очень хорошей адвенчурой. Каждая загадка здесь достойна детективного романа. И с некоторыми из них мы вам поможем справиться прямо сейчас. Первый вопрос. На острове есть идол ветра. Самые логичные варианты уже использовал. Что можно ещё использовать на идоле? Отвечаем. На верхушку идола приделайте флюгер. Поверните колёса так, чтобы они совпали с лицом на флюгере. Используйте древнее орудие на раковине справа от идола. Это заставит сдвинуться один из пальцев большого устройства. И неожиданно «Де Синж» перенесёт Гайбаша в чищёбы джунглей. Следующий вопрос. Как мне достать карточку клуба 41? Отвечаем. Пройдите к кривущему Нарвелу. Поговорите с Реджинальдом Ван Винслоу. Он потерял членскую карточку для клуба 41. Покажите ему объявление о розыске и узнаете кое-что о Ле Флее. Осмотрите носки и розовое бельё в рюшках на бельевой верёвке. Гайбаш вынет из носка членскую карточку клуба 41. Следующий вопрос. Где мне достать фигурку Дэйв Тёмный Ниндзя? Отвечаем. Поговорите с пиратом Хоакином Де Ору. Выберите в диалоге строчку «Гляди, да это же Тёмный Ниндзя!» Возьмите розовую фигурку из кучи, собранной Пьером пижамной штаны. Вернитесь к редакции газеты. Окуните фигурку в чернила. Соедините фигурку со шпажкой. Выйдет Дэйв Тёмный Ниндзя. Rise of the Argonauts. Это первый РПГ-проект от Liquid Entertainment. На счету у этой компании есть несколько стратегий с ролевыми элементами. В том числе блистательная Battle Realms. И менее удачная, но всё-таки вполне съедобная. The Lord of the Rings. War of the Ring. Давайте посмотрим, что разработчики приготовили нам в этот раз. За сюжетную основу авторы взяли поход Ясона за золотым руном. Правда, их сказания несколько отличаются от классической версии. В Rise of the Argonauts герой отправляется за драгоценной шкурой, чтобы вернуть к жизни невинно убиенную невесту. Простая операция из разряда «пришёл, забрал, удрал» оборачивается целым хитросплетением интриг с участием известных мифических персонажей и даже богов. Если большую часть фильма достойные мужи проводят в кровавых зрелищных сражениях, то герои игры предпочитают слоняться по пустынным окрестностям и заводить ленивые беседы с редкими прохожими. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жёстком диске игра займёт 7,5 ГБ. Битвы срежиссированы весьма посредственно. По-настоящему зрелищные сцены, не уступающие кадрам из нашумевшего экшена «God of War», действительно попадаются, но далеко не так часто, как хотелось бы. Напарников в бою у Ясона всего двое, так что достойной массовки тоже не получается. Львиную долю проведённого за игрой времени приходится выполнять бестолковые поручения, меряя шагами куции уровней. В самом начале нас заставляют трижды проделать путь от дворца до верфи и обратно. С таким разнообразием и уснуть недолго. Тройка за геймплей. Рассыпающиеся амуниция и корчи врагов впечатляют лишь поначалу, но быстро приедаются. А вот диковатые гримасы, которые трудно назвать мимикой, неприятно удивляют с первых же минут. Мощный графический движок Unreal Engine 3, с которым Эпик творит чудеса в Gears of War 2, выглядит совсем не так, как хотелось бы. Тройка за графическое оформление. Что до звукового оформления, то тут всё более-менее на приличном уровне. Длинные, затяжные диалоги, музыкальные вставки, звуки мячей, щитов – всё это присутствует и традиционно для игр подобного рода. Четвёрка за музыкальное сопровождение. Liquid Entertainment прилежно скопировала концепцию у BioWare и попыталась добавить к ней пару свежих идей. Но на протяжении всего процесса разработки нас так настырно тыкали носом в боевую систему и расчленёнку, что все наивно подумали, будто игра только из них и состоит. По-хорошему, так и нужно было сделать. Но разработчики зачем-то решили утяжелять концепцию совершенно ненужными элементами – длинными диалогами и огромными пустыми уровнями. При этом толком не проработали ни боевую, ни ролевую составляющие. Общая оценка игры – 3 балла. Rise of the Argonauts – это самая обычная ролевая игра, которой ржавыми гвоздями приколотили подобие слэшера. Притом, собственно, сражения занимают не так уж много времени. Большую часть игры нам предстоит заниматься тем же, чем и в любой другой RPG. Если же у вас возникли трудности с игрой Rise of the Argonauts, то смотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как использовать God Power? Отвечаем. Вы заходите в Аспекты, жмёте ТАП, нужно попасть на экран на значение God Powers. Привязываете к F1 и F4 эти самые God Powers, и всё готово. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, никак не могу пройти Ахиллеса. Что делать? Отвечаем. Вам необходимо уклоняться от его атак, а затем быстро делать кувырок в его сторону и тыкать его копьём. Сильная атака. Несколько таких раз, и всё получится. Следующий вопрос. Дошёл до Медуз, и никак не получается их истребить. Что делать? Тыкаю их копьями уже 3 часа, а толку нет. Отвечаем. Есть два способа. Либо долго и упорно забивать их копьями, либо бить статую. Таким образом вы освободите её от греха. Смотрите далее. Остинская компания. Это морская экономическая стратегия про то, какими грязными методами Европа распространяла своё влияние в Восточной Азии. The Mark II. Наследие ацтеков. Шаблонный и ничем не примечательный шутер, однако он содержит в себе ряд интересных фишек. Смотрите далее. The Mark II. Наследие ацтеков. Шаблонный и ничем не примечательный шутер, однако он содержит в себе ряд интересных фишек. Остинская компания. Это морская экономическая стратегия про то, какими грязными методами Европа распространяла своё влияние в Восточной Азии. Игра The Protector, о которой сегодня пойдёт речь, в России больше известная как Mark II. Наследие ацтеков, представляет из себя очередной свежий взгляд на экшн-шутеры. На этот раз разработчики сделали упор на разрушаемый ландшафт и специфический искусственный интеллект противников. The Mark II. Наследие ацтеков. Разработка студии Gingerbread. Сюжет игры вертится вокруг гибели известного археолога. Его смерть, явно насильственную, связывают с неким таинственным артефактом, исчезнувшей индийской цивилизацией. Человек, у которого в руках окажется эта реликвия, если судить по преданиям, сможет диктовать волю всему человечеству. Как это водится, на артефакт, помимо ученых, лапу хочет наложить очередная экстремистская организация «Алая месть». Судя по всему, они и убили археолога. Бравый парень Джонатан Кейн и дочь погибшего археолога Дженнифер единственные, кто сможет им помешать. В общем, классическая «Kill them all» во имя спасения человечества. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видеопамяти и 3,5 ГБ на жестком диске. Игровой процесс для протектор не замысловат и прост. Нет, в нем, конечно, присутствует целый ряд интересных фишек. Например, активное использование укрытий, живой щит из заложников, разрушаемый ландшафт. Не обошлось и без шаблонного уже слоу-мо. Однако все это быстро наскучивает. Как и в «Легионе» других шутеров, мы тупо пробираемся вперед, расстреливая все, что движется, за вычетом мирного населения. Тройка за геймплей. Графически игра также ничем особенным похвастаться не может. Будто топором высеченные уровни, невзрачные модели интерьера, да и анимация персонажей, мягко выражаясь, кривовато. Эффект размытия, который часто используют разработчики, тут работает против себя. Качество картинки практически не меняется, однако нагрузка на видеокарту вырастает на порядок. Двойка за графическое оформление. В плане звука все так же уныло и безрадостно. Невнятный саундтрек и чуть ли не 8-битные спецэффекты не позволяют нам поставить за звуковое сопровождение больше 2-х баллов. ДМАРК-2 «Наследие ацтеков» амбициозный, казалось бы, проект с множеством интересных фишек в игровом процессе. Однако, увы и а, студии-разработчику не удалось реализовать их в полной мере. В результате перед нами шаблонный шутер. Эдакая бюджетная пародия на Макс Пейна. Двойку получает сегодня игра ДМАРК-2 «Наследие ацтеков». Из игры The Protector мог бы получиться добротный хит, если бы не пара серьезных огрехов, допущенных разработчиками. Во-первых, это, конечно же, устаревшая графика. И во-вторых, пусть и со множеством фишек, но не доведенной до ума геймплеей. Если же, несмотря на это, игра вам понравилась, то смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Как правильно освобождать заложников? Они у меня постоянно гибнут под пулями. Отвечаем. Когда увидите бандита, использующего заложника в качестве живого щита, не спешите. Время все равно замедлено. Так что у вас будет возможность адекватно оценить обстановку. В этой ситуации есть два варианта. Либо, как в эпизоде с Дженнифер, заложник сам пригнется, дав вам расстрелять врага. Либо же вы воспользуетесь особым умением Джонатана, которое доступно по кнопке F, что даст вам возможность обезоружить противника и хладнокровно его расстрелять. Следующий вопрос. В самом начале я никак не могу перестрелять врагов на противоположном балконе. Из-за стены мой перс отказывается целиться. Отвечаем. Не тратьте попусту патроны. Либо дождитесь, пока ваш напарник сделает за вас всю грязную работу, либо сыграйте в Рэмбо. Перестаньте прятаться за стеной и расстреляйте всех самолично. Однако второй способ не сработает на высоких уровнях сложности. Следующий вопрос. Можно ли как-то по ходу игры замедлять время? Отвечаем. Нет. Эта способность включается у Джонатана автоматически в скриптовых сценах с захватом заложников или же в важных сюжетных местах. Тем не менее, как только это случается, у вас появляется отличная возможность заюзать спецвозможности главного героя. Тейк ковер! Ост-Инская компания находилась в разработке чуть больше двух лет. За это время она успела побывать в состоянии клинической смерти, вяло подавая признаки жизни в виде выцвевших скриншотов и просроченного пресс-релиза. Но недавно вышла из комы и состоялся релиз. В 1602 году капитан Ланкастер возвращался на родину в Англию из индийской экспедиции. Он вез послание султана королеве Елизавете, а также небольшой груз перца. Ничтожный результат, принимая во внимание, что от итогов путешествия зависело важнейшее направление внешней политики его государства. Правда, по пути экспедиции повстречался португальский корабль с тоннами пряностей, который Ланкастеру удалось ограбить. Этот бонус пришел с руководству страны по душе. Таким образом, первая экспедиция Ост-Индской компании оправдала себя. Это знаменательное событие прекрасно характеризует замысел игры Ост-Индская компания. Официально она посвящена исключительно торговле, но по факту здесь найдется масса других увлекательных занятий. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 3 ГБ на жестком диске. Торговля в этой игре – краеугольный камень геймплея. Вся игра строится вокруг нее. Цель игры – прийти к единовластному доминированию в Индийском океане. Геймплей состоит из трех крупных блоков. Стратегической части – развитие портов и сражений. Девиз, под которым формируется местная механика, звучит так. Чтобы успешно торговать, нужна мощная армия, а чтобы содержать мощную армию, нужно успешно торговать. Классический принцип качелей, взятый из экономики. В принципе, играть интересно, но разработчики слишком зациклились на торговле. Со временем игра надоедает, поэтому поставим 3 балла за игровой процесс. Внешне игра производит как приятные впечатления, так и совершенно обычные. На кораблях бурлит жизнь, суетятся матросы и офицеры. Стрелки на мачтах целятся во врага, а вся анимация снята в моушн-кэпчур. Все участники этой театральной постановки адекватно реагируют на пушечный обстрел. Корабль разрушится именно в том месте, куда попало ядро. Но главная гордость разработчиков – это, конечно, вода. Тут они буквально захлебываются от гордости за проделанную работу и сообщают, что ею занимается отдельная группа программистов и специалистов по шейдерам. Глобальная же карта прорисована не так интересно, поэтому за графику мы снова поставим 3 балла. Бурных эмоций не вызывает и озвучка игры. Стоит отметить приятный перевод в локализованной версии. Но больше 4 баллов за звуковое сопровождение игра не заслуживает. Предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры и самим оценить звук. Стратегический режим, прямое управление кораблями, капитаны с разнообразными умениями, живая команда, динамическая модель повреждения. Ост-Инская компания навсегда изменит жанр морских стратегий. Будьте уверены, у нас есть чем подтвердить эти слова, бравируют разработчики. Но беспрепятственно стать владычицей морей у этой игры скорее всего не получится. Слишком она напоминает обычную экономическую стратегию в своеобразном антураже. Наша общая оценка игры всего 3 баллов. Ост-Инская компания это морская экономическая стратегия про то, какими грязными методами Европа распространяла свое влияние в Восточной Азии. Мы рекомендуем эту игру только истинным ценителям экономических стратегий и готовы помочь любому геймеру с вопросами по игре. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, что нужно делать в свободной компании? Я выполнил все 3 задания и больше ничего не происходит. Отвечаем. Основная цель игры победить всех соперников. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Вы можете захватить все 12 портов в Индии или уничтожить весь флот соперников. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно увеличить скорость боя? А то очень напрягает ждать, пока корабли друг друга перестреляют. Отвечаем. К сожалению, увеличить скорость течения времени во время боя нельзя. Можно доверить компьютеру сделать автоматический расчет боя, но делать это мы не рекомендуем. Так как даже в подсказках игры дается совет, что автоматический расчет боя нужно делать только в том случае, если вы уверены в своей победе. Кроме того, вы не сможете даже попытаться сбежать из боя, что иногда и является очень полезным действием. На сегодня думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на вап-сайте канала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. вап.муздефисттв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адресе faqsobaka.musдефисттв.ру Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok